Ирина Николаевна, добрый день. Что означает выражение «сила роли»? Во многих видео вы часто упоминаете про силу роли, как её развить. А вот давайте посмотрим. Все, абсолютно все, так или иначе, видят поведение маленьких деток, детей. Ребёнок в силу своей беспомощности всегда обращается ко взрослым зачем-то. «Мама, дай», «Мама, помоги», «Мама, хочу спать», «Мама, там то», «Папа, покажи», «Папа, пойдём ещё». Ребёнок, он беспомощен. И когда взрослый человек, неважно, опять-таки, мужчина, женщина, девушка, молодой человек, ведёт себя таким же способом, вы бессознательно, ну, знаете, как в душе улыбаетесь в лучшем случае, а в худшем случае начинаете как-то этого человека куда-то динамить и не обращать на него внимания, потому что объяснить для себя не можете, но то, как он себя ведёт, вот эта моделирующая система действий, да, и слова, которые человек произносит, и подтверждает, что он взрослый ребёнок. Теперь давайте смотреть, на кого мы, не на глянцы, не на, знаете, как, не в красивых ток-шоу, а, допустим, каждый из вас на своей работе. Человек, который профессионально подготовлен и чётко выполняет свои обязательства, он знает для чего, он что-то делает на работе, он никогда не вступает ни в какие такие личностного характера конфликты, но он может спокойно, ровно 10-20 раз доказать свою профессиональную позицию, обосновав, нарисовав, подойдя с разных сторон, притом не испытывая никаких эмоций. И все им в душе восхищаются, ну надо же, как держатся, как защищают, допустим, те же студенты свои дипломы, какие-то лабораторные работы. Точно так же, когда выступает спикер по какому-то проекту, по заявленному новому, такому достаточно серьёзному или обоснованному заканчивающемуся проекту, человек разбирается, что он делал или собирается делать, и он может это доказать. В доказательстве эмоций не работают от слова совсем, потому что это чувственная составляющая. И когда тот или иной лидер той или конфессии, или какого-то достаточно серьёзного направления, он абсолютно убеждён в своей правоте, и это называется уже духовный лидер какой-то группы лиц или какого-то достаточно серьёзного количества людей, и он для них является безусловным авторитетом, веру которого они принимают без каких бы то ни было сомнений. Вот три основные роли. Мы же, как правило, очень такие, знаете, либерально настроенные люди, когда выгодно мы можем детьми быть, когда мы боимся, что нас уволят и что-то сделают, мы быстренько включаем профессионализм. Если профессионализм не очень срабатывает и не успела что-то сделать, значит, у меня выходит сразу женщина такая красивая, няшка-неваляшка, которая говорит, «Господи, да простите меня, Иван Иванович, что вы такое сказали, я завтра обязательно чётик закончу и всё сделаю». Мы настолько не понимаем, в какой ситуации какую роль нужно применить, хотя это очень-очень просто. И тем самым вот ужас весь, услышите меня в чём? Когда люди, это мы же играем, это ж мы там вот у себя внутри разыгрываем целый такой спектакль показательный, а люди со стороны, наблюдая за нами, они чётко видят несоответствие и начинают нас обманывать, они кидают нам фишку или фантик без конфеты, мы за него цепляемся. Как только вы понимаете, с кем вы и зачем вы, как только вы даёте регламент времени, сколько это нужно, как только вы следуете, не вот он проиграл, я там выиграл, не в шахматы вот эти поддавалки там какие-то играем, а именно вот в последовательность хотя бы событий, вы точно понимаете, от этого поступка идёт следующее. Тогда от роли, которую свойствами и качествами вы наполнили, она будет распаковывать ситуацию, пространство, в котором вам придётся находиться и что-то делать, что-то говорить, что-то решать, брать на себя ответственность, отвечать за это всё. Тогда в конечном итоге будет изменение, будет тот результат, который будет таким, как вы хотите, или не очень, но в любом случае будет происходить развитие. Не бывает, знаете, как быстро и сразу. Чтобы было быстро и сразу, это немножко другая категория. А здесь нужно научиться вот именно по дистанции, последовательно выдерживать натиск, выдерживать, обосновывать себе. Это точно так же и в личных отношениях. Все мы эмоционально и хотим друг над другом властвовать. Мы хотим профессионально выглядеть лучше, нежели чем есть на самом деле. Так принято на сегодняшний момент в нашем обществе. Нас заставили быть индивидуалистами. Мы эгоистичны. Мы хотим противопоставлять себя и рассказывать, я круче, чем все остальные. Но вот эти все остальные, в чём нюанс такой достаточно серьёзный? Они заставляют подтверждать нам это и соответствовать этому. И тут начинается у нас несоответствие роли. Женщина начинает плакать, её обижают, потому что начальник заставляет выполнять те профессиональные обязательства, на которые она подписалась, заключив контракт с компанией. Там где-то ещё заставляют соответствовать, объяснять, что-то делать. В магазине продавщица сидящая, как вот сейчас парадоксальные вещи происходят, сидящая на своём месте, требуют маски, перчатки. И она имеет на это право, потому что она подписала это со своим руководством. Все остальные вступают с ней в неоднозначную полемику. Кто прав, кто виноват, ни продавщица, ни покупатель. Значит, или люди разряжаются друг на друге, и продавщицу придётся не сладко. Или всё-таки мы начинаем друг друга понимать. И вот тут начинается самое большое препятствие. Мы не хотим друг друга понимать. Мы хотим быть во главе где-то там высоко по отношению ко всем остальным и требуем, чтобы нас принимали и понимали такие, какие мы сейчас. Вот я эмоционирую, значит, все должны со мной согласиться. Мне плохо, все должны бегом бежать, меня убаюкивать, успокаивать. Но тогда посолите, что будет. Почему нас разбили на единицы, для того, чтобы мы друг друга тихо ненавидели, завидовали, ревновали, искали в себе самих какие-то не имеющиеся, к сожалению, качества, которые бы сами на себе одели, придумали, сказали, я всё равно лучше её. Нет, лучше, хуже. Нет у нас. Мы все развиваемся, мы все идём. Мы все должны эволюционировать, мы все должны стремиться к более высокому, чистому и светлому. Если этого не будет происходить, ну, вы знаете, всех нас тут каточечком-то возьмут. Чем больше между людьми присутствуют отрицательных эмоций, тем в большей степени мы уязвимы. Потому что, к сожалению, мы должны их поддерживать. А если с утра до ночи только с кем-то ругаться или о ком-то плохо думать, то, представляете, завалит. Завалит информационное поле, которое будет вам рассказывать ужасы ужасные на ближайшие лет, там, нацать. Вот куда человек своё внимание обращает, то и начинает его развивать. Или опускает низко. У нас есть два основных желания, как формы жизни. Или мы созидатели, или мы разрушители. Вот и посмотрите, хотя бы в процентном соотношении, что вы чаще делаете по своей жизни. И тогда уже можно будет идти дальше.